добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet epica сделаю на нем камеру она не штатная с завода она не шла ставил ее сам когда покупал автомобиль вот пять лет назад установил сейчас она пришла в негодность вот у нас стоит камера сначала потемнело а сейчас вообще выключилась иногда бывает включается иногда нет это вот такой монитор ставил не знаю в то время это еще новинка была монитор зеркала но я не стал его на зеркало вешать поставил здесь на бардачок бардачок не этот был не нужен поэтому я его закрыл я оставил на нем машина холодная не заводилась все никаких эмоций включил заднюю он даже не реагирует сейчас поднимем посмотрим отключим до этого мы сзади снимем снимем вот эту планочку и уже открутим правда уже не помню как это делается но сейчас сделаем снимаем обшивку для этого мы демонтируем все вот эти клипсы которые у нас стоят по периметру и снимем обшивку также открутим ручку вот эту пластиковую а дальше уже будет видно приступаем на все ручку мы открутили теперь снимаем клипсы на алиэкспресс заказал такие пластиковые монтажки для снятия клипс там в комплекте шло таких четыре штуки цена 70 рублей снимать очень удобно таким образом проходим все снимаем остаются целые еще можно использовать продолжаем вот снял 16 клипс сняли обшивку и здесь уже у нас видно гайки которые держат у нас заднюю планку откручиваем головочка на 8 здесь 1 2 3 4 5 6 6 гаек которые у нас держат именно эту планочку и клипсы ну клипсы эти нажмем оставим их целые вот надпроводка которую я вешал от камеры обрезать я ее не стал оставил целую провел ее через резинку которая идет на подсветку номера сейчас откручиваю гаечки там дальше уже видно будет замок тоже открутил тягу снял вот нашу камеру видно здесь она у нас прикручена гаечка на ключик на 10 здесь же фонарики вот эти видно вот через резинку через которую я говорил я ее пропускал теперь берем откручиваем гайку и снимаем вот этот разъем все это вот сейчас камера у нас выйдет вот так вот я не много не мало камера простояла 5 лет поэтому я считаю это нормально хотя хотелось бы чтоб она вообще не ломалась но тем не менее китайцы заложили маленький ресурс на нее но помогает очень здорово вот она такая вот штука сейчас возьму новую камеру покажу правда она будет у нас уже не черная будет хромированная по маркировке она идет и 366 в комплекте идет камера и комплект проводки ну проводку мы ставить не будем поэтому мы ставим только камеру и также здесь возьмем новую гаечку и новую шайбочку с гровером то есть Продолжение следует... 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 Продолжаем. Все, проводка нам не мешает, ничего не болтается. Так, ну что, все затянул, клипсы на место встали. Теперь берем обшивку и устанавливаем на место обшивку. Сложного здесь вообще ничего нету. Так что кто-то, если надумает, разобрать, чтобы до механизма добраться, или почистить здесь что-то, или лампочки сменить в фонарях, которые у нас на крышке багажника находятся. Делается легко и просто. Берем обшивку, надеваем на механизм замка и наживляем ручку. Опять же, саморезы вкручиваются в капроновые клипсы. Сильно тянуть не надо, иначе просто повырываете. Берем клипсы. Берем. Берем. Продолжение следует... Вот такое удовольствие. То, что она хромированная, ничего страшного. Полоска идет хромированная, вроде как даже сочетается. Ну что, идем еще раз проверяем. Включаем заднюю и смотрим камеру. Замечательно! Супруга будет опять ездить довольная. Все, на этом все мы сделали. Всего вам доброго!